Контроль за ходом устранения нарушений будет осуществляться в ежедневном режиме. Прокуратура в Волгоградской области подвела итоги реализации в нашем регионе законодательства о социальной защите инвалидов. Сегодня результаты этой работы были подведены на расширенной коллегии ведомства. Как у нас обстоит дело с защитой прав и интересов людей с ограниченными физическими возможностями, узнавал Антон Талпа. Отказ в восстановлении инвалидности, нарушение в процедуре предоставления путевок на лечение, незаконная трата средств, предназначенных на социальное обеспечение людей с ограниченными физическими возможностями. За 9 месяцев этого года прокуратурой региона выявлено более тысячи подобных фактов. К передаче в суд уже подготовлено около 700 исков. Возбуждено более двух сотен административных дел. В ходе комплексной проверки мы такое большое количество нарушений вскрываем, хотя это должно вскрываться повседневной работой. Даже может быть не столько вопросов, сколько пожеланий и требований, обращенные аппарату. Нельзя упускать эти вопросы в повседневной работе. Вы так или иначе анализируете эту сферу раз в месяц, раз в квартал, поэтому в решение коллегии обязательно заложите такой алгоритм, который бы позволял инициативно не проводить такие проверки, а прокуроры бы работали ежедневно с большим напряжением, с хорошей отдачей в этом вопросе. Людям с ограниченными физическими возможностями зачастую приходится бороться не только с безответственными чиновниками. Иногда, как прозвучало на коллегии, даже те, кто по долгу службы обязан помогать инвалидам, пользуются их беззащитным положением в своих корыстных целях. Выявлены факты мошеннических действий с жильем инвалидов, совершенные должностными лицами, уполномоченными законом на защиту их прав. Проверка прокурора Тракторозаводского района показала, что медицинской сестрой Волгоградской областной психиатрической больницы номер 5 Кудиновой совершены мошеннические действия с квартиры инвалида Вальвенда. Вместо того, чтобы надлежащим образом обеспечить права недееспособной, Кудинова, получив незаконное согласие на совершение сделки у начальника отдела опеки и попечительства администрации Центрального района города Волгограда, реализовала принадлежащую инвалиду квартиру по заведомо заниженной цене. Кроме того, прокуратура еще раз обратила внимание, что о создании комфортной среды для инвалидов власти на местах иногда больше говорят, чем делают. Например, в городах и районах во многих общественных заведениях до сих пор нет специальных пандусов. А ведь отношение общества к инвалидам, подчеркнул губернатор Анатолий Бравко, это один из критериев степени развития страны или региона. Та инфраструктура, которая, собственно говоря, есть в развитых странах, это и те парковки, о которых говорил в своем докладе выступающий, я имею в виду места на парковке, и никто из автолюбителей не имеет никакого права, ни морального, ни иного заезжать на эти места, которые отведены к инвалидам. По большому счету, нужно начинать сначала, наверное, с ментальности нашей, с отношения вообще к тем людям, которым необходима постоянная помощь. Назор за исполнением законодательства о социальной защите инвалидов не будет снят с особого контроля прокуратуры, по крайней мере, до конца первой половины 2012 года. Это решение стало одним из итогов расширенной коллегии. Кроме того, Назорное ведомство возьмет под особый контроль фактическое исполнение судами исков по делам, которые связаны с нарушением интересов людей с ограниченными физическими возможностями. Антон Талпова, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».